США собираются признать геноцид армян. А геноцид индейцев они признать не собираются? Как передает ДейАС, таким вопросом задался в своем телеграм-канале российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко. Агентство «Блумбок» со ссылкой на источники сообщило, что Байден в разговоре с Эрдоганом заявил, что назовет событие 1915 года так называемым геноцидом. Предшественники Байдена избегали такого определения. Правительство Турции признает факт массовой гибели армян, однако выступает против использования термина «геноцид» и считает завышенным число жертв, на котором настаивает армянская сторона. По мнению Анкары, гибель армян была не результатом целенаправленной политики правительства, а следствием гражданской войны в Османской империи, жертвами которой были также турки. Почему такой мощной, мощно табуированной тема геноцида армян? Я думаю, она связана с тем, что эту тему очень хорошо пыталась разыграть Антанта, ну и европейское присутствие в Османской империи в последний период и уже в республиканский период. Они эту тему разыграли очень сильно, как вина мусульман, а невинные это армяне, христиане. Да, хотя на самом деле, конечно, там было побоище с обоих сторон. Насколько оправданы цифры, которые доводится слышать? А это вот, да, это наша общая такая проблема. Полтора миллиона, два миллиона. Там всего-то по учетам было полтора миллиона армян в Турции. Общее население армянское от Османской империи. И поскольку какая-то часть сохранилась, нельзя говорить, что это полтора миллиона, я думаю, даже в конце концов здесь сами вот такие потери из-за того, что стреляли, убивали и так далее, были, может быть, не такие велики, но очень многие умерли с голоду, от болезней, потому что их вывезли просто... Это как сталинские депортации, да, да, да. И в результате, и оба этих вопроса в результате сейчас стоят блоками на пути Турции в Европу, и армянский геноцид, и курдские вопросы. Никогда ничего подобного тому, что сейчас происходит, в исламском мире не было. Ну, взять даже пример турецкой Османской империи. Да, были христианские меньшинства, но их никто не уничтожал. Существовал порядок отношений между религиозными общинами. Но ведь до сих пор в руках мусульманина, араба, ключи от храма гроба Господня. Это все с тех самых турецких времен, когда мусульманин был ответственен за безопасность захоронения христианских святынь. То есть был такой выработан образ взаимодействия этих общин, который нельзя было, конечно, назвать режимом наибольшего благоприятствования. Но люди жили, исполняли свои религиозные обязанности, существовали патриархаты, церковь существовала. Продолжение следует... Продолжение следует...